Привет, мои хорошие! Я собираюсь для вас вложек снять и вот как раз таки собираюсь по магазинам выйти и начинаю краситься и думаю, надо сказать моим подписчикам, что мне очень понравилась эта помада. Её давно на самом деле купила в фикс прайсе. У меня есть такая ярко-красная, она такая прям оранжево-красная какая-то, а есть вот такая вот тёмная. И мне чем нравится, что она оставляет пигмент. То есть она сама по себе такая вот, знаете, гнилая вишня. Мне очень нравится цвет этот. Зимний такой. И вот я вчера ей красила и она, когда я её стёрла, она оставила за собой такой пигмент, который, ну, красишь сверху блеском, например, гигиеничкой какой-то и очень так натурально смотрится. Мне очень нравится. Сейчас накрашу и сотру. Пойду с пигментом. Ой, решила не стирать. Красивый цвет, она матовая и похожу так, сотрётся сама. В общем, вышла. Жвачку с фикс-прайса съела. Ой, дел на самом деле много. У меня у брата день рождения скоро. Мне нужно подарок ему подарить. Хочу там кожаную сумочку ему посмотреть. Еду в мегу опять. Может быть, в горизонт доеду, но вряд ли тяжеловато. В Аршан нужно взять очень много малому там, ну, забиться прям, затариться, как мама говорит. Впрок. В общем, не знаю, куда успею. Везде возьму вас с собой. Походите со мной. Пообщаемся по дороге. Обожаю жвачки. Ладно. Погуляем. Ну, вот мы на парковке. Раздеваюсь и идём. В поисках счастья. В раздевалке не стала раздеваться, потому что сейчас я в Аршан, всё накуплю и обратно в парковку снимаю, чтобы сто раз не раздеваться, а одеваться. Народу много. Все будут смотреть. А я... А я буду работать над собой. А я говорила вам, что я ненавижу ходить по магазинам. Я ненавижу Арша. Ну, по магазинам, в смысле, за продуктами. За шмотками-то я люблю. А вот за продуктами терпеть не могу. Хочу скорее отсюда выйти. Теперь осталась самая стрёмная. Выставить очередь. Ну, небольшая вроде очередь. Передо мной вот одни люди. Это 4 человека. Ну, одна тележка, как я понимаю. И, кстати, хотела спросить. Ладно, сейчас выйдем, скажу. Скажу, а не спрошу. А это для тех, кому интересно, что я беру. Вода. Для малого. Ну, мангерсы вот такие. Ещё я решила высловывать и премиум дела. Вот это буду готовить, покажу вам. Люблю эту штуку. Какую удобную тему сделали. Парковка, тележек. Сейчас хотела спускаться в машину, всё оставлять, но холод не каёт. А мне надо в Леруа зайти. Там с тележкой из Ашана, она вообще не варит. Хотела вам сказать чуть-чуть, да? Сейчас, сейчас скажу. Сейчас возьму эти штуки. Место спокойное найду. Порассуждать, чтобы с вами. Не дошла до Леруа. Очень захотелось кушать. И, блин, обратно идти возвращаться не стала. Взяла здесь вот кофе. Кстати, неплохое делают. Мне очень нравится. В этой кофейне. Ёлочки тут. Ёлочки. Милые. Новогоднее настроение. В общем, что хотела вам сказать. Вот это видео, где я всплакнула. Где я расстроилась, показала свою сентиментальность в очередной раз. Я хотела сказать, по поводу чего я расстроилась. Потому что я на самом деле, ну, выкладываю иногда видео и думаю, что его двояко можно воспринять. То есть я говорю о том, что негативные комментарии вот это пишут. И такая сразу начинаю плакать. Просто потому, что я знаю уже, что я хочу сказать. И от чего слёзы. И многие начали меня поддерживать и говорить, не обращая внимания. Спасибо за вашу поддержку. Но вы не переживайте за меня. Потому что я к негативным комментариям отношусь очень просто. За меня больше переживают все вокруг, чем я сама переживаю. Я расплакалась. Я надеюсь, что большинство людей поняли, почему. Потому что мне так не показалось, когда меня начали поддерживать. Что я расстроилась из-за того, что мне, ну, сочувственно людям, тем, которые несчастные. То есть я не злюсь на людей. Я не желаю им плохого. Я не думаю, какие сволочи, гады, там, что они пишут плохие комментарии. Нет. Мне просто грустно становится от того, что такие люди сами по себе несчастные. Да, моё кофе готово. Пошла. Пошла заход. Пойдёмте вместе. Вот здесь не кайф, что его не готовят сразу. А сахарочек там? А, вот, да? Сахарочек. С любовью. Так, тебе надо аккуратно его донести. Нет. Я с вами прощаюсь. Только что хотела сделать страшный номер. Кофе вам это. Одной рукой просто. Как профи принести. Не стала рисковать. То было бы смешно. Такая, снимаю, снимаю. Тут люди сидят много. Я такая, кофе разлила. Сказали бы. Да выпендривалась бы. Снимает она тут. Нет, кофе попей сначала. Ну так вот. И я грущу от того, что есть люди несчастные. У меня сердце сжимается просто в груди от того, что есть несчастные люди. И их легко распознать. Именно потому, что они пишут негатив, они думают негативно. Они в положительном видят негатив. От этого я растрогалась. Ни в коем случае не думайте, что я расплакалась из-за того, что меня кто-то обижает. У меня уже с жизнью такая броня выстроилась. Такая по жизни я, в принципе, очень мало плачу. И я, ну, вот от того, что очень плохо. Я уже не помню, давно это я плакала. Я больше плачу от фильмов, за то, что мне за других, за державу, как говорится, обидно, да. Ну вот плачу за то, что грущу, да. Вот из-за таких людей, из-за того, что это есть в жизни. В каком-то таком масштабном смысле. Так что не переживайте, я это... Не от того, что плохо. Я, скорее, чаще плачу от того, что хорошо. И от того, что я чаще, ну, вижу счастье у людей. Я тоже от этого могу расплакаться. Вот. Просто негативный комментарий я сейчас, ну, сталкиваюсь с ними часто, да. И потому я начинаю задумываться о том, почему это люди делают. Соответственно, я прихожу к причине этого, и мне грустно за них. А чаще всего, ну, вообще в жизни я вот плачу над счастьем. Когда что-то хорошее, когда люди делают добро, когда они побеждают какие-то внутренние, там, барьеры, идут к своим целям, и вот это вот счастье. Я тоже плачу от этого. Так что всё хорошо, не переживайте, мои родные. Спасибо вам вообще за поддержку, за вашу. В любом случае. Всё, пью кофе и бегу в Леруа докупать эти стену, кирпичи докупать. Заодно хотела показать вам, где я беру. Вот, вот кот, вон, да, вот я зашла, и иду влево, 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 влево. Тут вот такие доски, всякая фигня. И здесь у нас будут вот эти штуки. Здесь вообще столько их, море просто. Вот они. Внизу. Я прохожу дальше, тут целый низ, целый вот низ. Вот они мои. Вот здесь я их и беру. Вон ещё есть вот такие кирпичи интересные. Мне кажется, я самые лучшие взяла. Вышла, всё закинула уже в машину и решила зайти в концтовары, которые у нас открылись вот в новом... В Меге, короче, в новом... В новой двери, которая открылась. Господи, где мои слова? В общем, я зашла, и мне так умилило вообще. Первое, что я обратила внимание, это вот такие вот ежедневники, где написано, будь счастлив, дневник хорошего настроения. Короче, я беру один дневничок, вот такой мне понравился. Будь счастлив или меньше грусти. И на самом деле здесь разные интересные задания такие. Я думаю, что это можно делать, знаете, в каждом видео в конце. Я буду открывать одну страничку и вместе с вами что-то делать. Ну, например, здесь... Например, здесь... Сейчас я скажу, что... Например, и так, начнём с вопроса. И вопросы, как вы себя чувствуете? Нужно там вот так вот сделать. Вот, нужно отметить здесь, как вы себя чувствуете. Какие три вещи вам нравятся. Какого цвета ваше настроение. Вот, может быть, раскрасить нужно. И, в общем, здесь куча всяких заданий. Плохое, хорошее. В течение 30 дней. Раз в день выходить на улицу. Отмечать здесь, выходил ли ты или нет. Майки какие-то. Какую характерную черту вы чаще всего проявляете. В общем, здесь надо всё писать. Она вот такая толстенная. Ну, стоит она, конечно, немало. Она стоит 450 рублей. Да. Мне ещё понравилось. Вот, у них хорошее настроение. Творческие. Уникальный блокнот для творческих людей. Там всякие идеи творческие. Закончить эту книгу. Вот здесь тоже очень много... Вообще, я первый раз такого встречаю. Честно говоря, кто знал, молодцы. А я вот не знала. Я хочу покупать себе эту книжечку. Девочки, я на удивление удивлена этим магазином, на самом деле. Я себе, короче, купила тут кое-что. Здесь есть вещи. Рюкзаки. Я же так давно себе искала рюкзак. В общем, вот такой на цвет я покажу дома. Я, в общем, накупила здесь. Не собиралась ничего покупать. Но здесь так клёво. Сейчас я покажу для творчества. Тоже. Идеи. Здесь столько можно взять на подарки. Ой. Я не только себе вот эту книжечку взяла. Смотрите, здесь вообще, что хочешь, можно сделать. Сейчас покажу. Вот. Здесь вот есть из пенопласта такие штуки. Здесь маски есть, которые можно раскрашивать. И, соответственно, всё-всё вот для декора. Видите? И наклейки. И вот эти вот. Кстати, давно искала вот такие мелкие. На классике их не могла найти. В общем, у меня будет красота. Здесь и всё-всё-всё. И букеты собирать можно. И бумага разная есть. Короче, я вообще просто восхищена. Плюс здесь одежда и косметика. Я тоже уже и косметику взяла, и одежду взяла. Ну, блин, реально классный магазин. То, что я так давно искала. Здесь прям всё есть. Для детей, для творчества, канцтовары. Я в шоке. В общем, всё, она брала. Я реально себя еле сдерживаю. А брелки? Но я не буду себе брать брелок, потому что у меня их много. Блин, какая красота. Я единственное, почему не люблю такие брелки, потому что у меня стукаться будут об машину, всё, об телефон, если вот вешать куда-то, да? Не люблю. У меня мягкие брелки в основном. Но это так красиво! В общем, кто-нибудь в этом магазине, сейчас покажу вам вывеску. В общем, магазин «Зебра» меня приятно удивил. Набрала, получила карту. У них при покупке от 500 рублей сразу получаешь карту. И сразу скидка 3%. Она накопительная. Это очень круто, это очень приятно. Реально очень много всего там интересного. Вот ещё какой-то кофе-фи. Сейчас зайду и узнаю. Что за кофе-фи? Кофе с собой, выпечка, десерты. Посмотрим. Здрасте. Что тут? Какие-то прикольные десертики. Но мне нельзя. Я чисто так, для общего. А чем у вас вот это кафе? Кафе. У вас кофе-фи, не кафе-фи, да? Как фитнес, я думала, может быть, что-то такое, нет? У вас, в общем, кофе-чаи, да? Какие-то фирменные. Здесь прям вискутать? Ничего себе. Ничего себе, Саня. Пусть лишь чуть попробовать. Ой, давайте штрудели вишнёвые. И чаёк. Здесь? Да, здесь. Ну попробуем раз открыть. Только надо же быть в курсе, что есть, что. Ой, а есть молочная улун? Давно не пила. Что-нибудь молочное. А что, вот какой-нибудь есть чай необыкновенный какой-нибудь? Необыкновенный есть, тут не команда. А, у вас по пакетикам, да? Да. Ну давайте. А как его лучше, я не знаю. Ну да, подогреваем. Чуть-чуть, да. Он будет как холодный, придём пеньки, но лучше раздавайте. Давайте, чтобы я прям восхитилась с этими вкусами. Вишнёвые дам. Сейчас присядем. Блин, девчонки, смотрите, какая классная кружка. Её так разрекламировали, сказали, что она из эко чего-то там сделана. У неё срок годности минимум три года. Такая милая вообще. Тут вот пить и отсюда. Блин, ну что-то мне денег жалко, представляете? Я просто не часто пользуюсь такими кружками, но я вот эту розовую взяла. И, наверное, когда будет лето, вот я сюда вернусь за кружкой. Здесь разные цвета есть. Ну, меня кашерлосовый привлекал. 950 рублей стоит вот это. Ну, хотя это недорого по сравнению со Старбаксом. А вот такие поменьше тоже розовенькие есть. Они 850 рублей. Я просто подумала, что вдруг кому-то нужны такие кружки, и они очень крутые. Здесь прорезинено, чтобы держать. Вообще, я не знаю, круто. Вот маленькая, она объёмом 340 миллиграмм. Есть голубенькие. Вообще красота. А вот это? Спасибо. А мне его на диванчик, на диванчик не делать. Вот там буду сидеть. А это? А большая сколько миллилитров? 454. 454. Нет, я когда-нибудь раскошелюсь, когда заработаю много денег. Нет, дело не в том, что заработаю или нет. Действительно, просто дело в том, что я не пользуюсь особо. У меня так часто бывает, я не пользуюсь какими-то вещами и покупаю их. Потом они стоят, чисто радуют мне глаз. Смотрите, как мне принесли все вкусненько. Штрудель, чаёк. Так, чай мы не пьём крепкий, поэтому вытаскиваю сразу. И села на диванчик. И здесь есть диванчик. Место небольшое, уютное. А я могу пакетик вот положить на доску? Всё. И уютненько, хоть оно маленькое такое, да, но оно очень уютненькое, прикольненькое. Сами готовят. Сейчас я с вами попробую штрудель. Затеню и скажу вам. Я вообще люблю, когда готовят сами в каких-то местах. Ну, как бы, тем более, когда маленько что-то, они от души делают всё это, да, вкладывают душу туда. Не на поток что-то. Очень вкусно. Правда. Очень нежно. Короче, заходите сюда. Я искала кафе. Вот тебе кафе. Чай классный, ароматный. Я счастлива. Какой интересный свет. Я, кстати, вам не показала, в чём я одета сегодня. Одела свой один из любимых костюмчиков. С золотом вышитый. Ладно, всё, я поела, попила. Поеду дальше, подела. Не, а вот этот магазин подарков вы видели? Здесь вообще два часа пропало один раз, пришла. Сейчас самые приколы покажутся. Так. Сейчас. Вы сразу поймёте, на чё я обращаю внимание. Если найду. А чё-то не вижу. Ну, где, где, где? Где шкаф? А у вас были сиськи такие, мягкие. Сейчас. Я чуть не распугаю. Я чё-то не вижу. Не вижу сиськи. Нету, да? Нету, нету. А что это вообще было? Просто чистая антистресс, да, такая? Да. Такие штуки прикольные. Я бы сама себе сиськи купила, поставила дома. Так, сейчас я, сейчас я чуть прикольнее найду. Вот, кстати, отличный подарок для мамы там куда-то. Вот такой. Идеальный муж. Вообще. Мне кажется, мужу очень понравится, если ему такое подарить. Есть лучшая мама в мире, лучший директор. Вообще, вот такие вот прям. В общем, здесь очень-очень много прикольного. Единственное, что здесь цены, конечно, дороговатые такие. Ладно. Не будем долго здесь зависать. Я могу здесь долго зависнуть. Ну, короче, если вы не были ещё в этом магазине, то обязательно приедите. Он классный. Жалко, сисек нет. Ой, ну, конечно же, я ещё не всё. Я ещё зашла в Мармеладо. Взяла там бесплатно пару вещичек. Расскажу вам потом, как я это делаю. В покупочках уже. И, конечно же, фикс-прайс. Вам понравилась еда? Ну, я хочу ещё чему-то попробовать. Так что я фикс-прайс за едой. Ну, я посмотрю, почему у них там новенькая вася. В общем, всё. Набрала в фикс-прайсе. Покажу вам тоже всё это в покупках в фикс-прайсе. Как всегда, я еды набрала. Кстати, буду снимать её с Леной. И, в общем, думаю, что буду снимать её с Леной. Всё, еду домой. К своему малышу ушечке. Ну, где мои хорошие? Ваша мама пришла. Молока принесла. Мы не спим? Мои зубики маленькие. Так рада, так рада. Да, вот мне декор не доделан. Ещё буду доделывать. Скоро вот так буду заходить и кричать. Маленький мой, малышка, мамуля пришла. Ой, он уже говорит. Уже не кушает, да? Будет подбегать ко мне. Мама, мама, что ты купила-то? Будет лезть в эти сумки. А пока я только слышу его мысли. Ну, или ау-ау. Ладно, всё, буду разбирать сумки. Наконец-таки я дома. Хочу раздеться, хочу покушать. Хочу всё распаковать. Хочу скорее снять вам видео. И увидимся с вами в следующем видео. Пока! А, кстати, и насчёт подарка брата. Уходила, выбирала, выбирала. В итоге позвонила ему. Он говорит, есть-то у меня пожелания. Так что подарю ему то, что он хочет. С наступающим тебя, мой брат! Я когда-то сказала, я запомнила. Она говорит, Свет, ну, просто жизнь такая. Они же всегда держат как бы хвост пистолетом, да? Ну, как бы голову прямо. Продолжение следует...